Я вам расскажу про Windows 10 IT Enterprise, расскажу с технической точки зрения, на что немножко заберегаю, чтобы у вас было целостное представление, что это такое система и когда ее лучше применять. Когда вы выбираете лицензию Windows, то, естественно, вы хотите, чтобы в вашей персональной системе были все возможности, которые вам необходимы для работы, и в то же время хотите, чтобы там не было лишних возможностей, чтобы за них не переплачивать. Самый простой вариант – это взять лицензии и расположить их по уровню лицен. Ну, собственно, что вы видите на графике? График построен на реальных ценах. Вы видите здесь три лицензии IoT Enterprise. Это связано с тем, что разные лицензии нужны на разных процессорах, и чем мощнее процессор, тем дороже будет лицензия. На графиках сверху с обзов вы видите перечень процессоров, он такой краткий, чтобы сейчас примерно с вами ориентироваться, а полную таблицу соотношений вы можете попросить у наших менеджеров по продажам. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что для большинства устройств вам потребуется лицензия не дороже, чем Vailio. Особенно если учесть, что Vailio также можно поставить и на Атом, просто смысла нет. Но более дорогую лицензию можно вставить и на процессоры менее производительные. Лицензии отличаются только лицензионным ограничениям, то есть никакого ограничения по функционалу нет. Функционал у всех трех лицензий одинаковый. Соответственно, нам нужно посмотреть, какой функционал у IoT Enterprise в целом. Вы видите сравнительную табличку. Что я хотел бы сказать сразу, что у IoT Enterprise включает в себя абсолютно весь функционал, который есть в обычной версии Enterprise. Плюс ко всему, как вы видите, есть некоторое преимущество. Она доступна в УЕМ-канале для производителей. Плюс ко всему есть единый ключ, редкий. Что это такое? Это электронный ключ, который выдается на компанию, и с помощью одного ключа вы его зашиваете в процессорную систему, и все устройства активируются с этим одним ключом. Если вы будете сравнивать IoT Enterprise с более младшими версиями, то вы увидите, что, конечно, гораздо больше здесь защиты. Но, собственно, здесь указаны функции блокировки, которые, как правило, нужны во всяких информационных геозках и так далее. То есть, эта система более защищенная. И еще что нужно сказать, что IoT Enterprise делится на еще две новые антилицензии. Отличия связаны с обновлением системы. Как вы видите, полтора года для поддержки и 10 лет. Чтобы вам было проще понять и проще сомнить, система ЦАК, которая поддерживается полтора года, она, по сути, точно такая же, как и обычная Enterprise-версия. Слева вы видите магазин приложений и поддержка точно такая же. Вы получаете абсолютно все обновления на эту систему. А LTSC, которую вы видите справа, она поддерживается компанией Microsoft 10 лет. Но данная система получает обновления только по безопасности. То есть, никаких новых функций. Если у вас есть какой-то софт, который связан с функциями, то он будет стабильно работать. То есть, в местном работе, то так он будет работать дальше. Обновления только по безопасности. Нет у магазина приложений, нет универсальных приложений, но вы сможете установить сами. Даже приложение из магазина, есть специальный сервис, с помощью которого вы можете скачать приложение, которое вышло в отсутствии в магазине и установить на версию LTSC. И еще один очень важный нюанс. Когда вы покупаете лицензию с долгой поддержкой LTSC, то вы купили на 16.7, значит вы сможете использовать только эту версию 16.7. Чтобы перейти на версию 1809, вам, во-первых, нужно будет купить новую лицензию и нужно будет именно переустановить систему. То есть, обновить ее за следующей версии нельзя. Если вы покупаете SAC, то все точно так же, как с научной интерпайс. Если появилась новая система, вы можете ее обновить без переустановки и без покупки новой лицензии. Но подошли к нюансу, собственно, почему же IoT Enterprise, как вы видели на сцене сравнения, получается, что максимальный функционал за минимальную плату. Это связано с тем, что есть некоторые лицензионные ограничения по тому, как можно использовать эту операционную систему. Операционную систему нельзя использовать, когда устройство предназначено для выполнения неопределенного круга задач. Вот, например, вы видите классический офис. В данном случае использовать нельзя. Хотя есть одно. Если вы делаете устройство типа терминальный клиент и все у вас в терминальной сессии, то есть у вас загружается операционная система, запускается терминальная сессия, то в самой терминальной сессии, естественно, можно делать все что угодно. То есть операционная система выполняет только одну задачу, запускает терминального клиента. Но в основном эта система используется для банкоматов, информационных киосков, рекламных панелей. И также ее можно использовать для рабочих мест, но с ограниченным функционалом. И напоминаю, что IoT Enterprise предназначена именно для одной бизнес-задачи, не для одного приложения, а для задачи. То есть приложений может быть множество. Вы, наверное, уже заметили, что рядом с входом в большой зал стоит решение, на котором описано киоск для образования на IoT Enterprise. И там множество приложений. Это, кстати, новый функционал, который появился в новой версии LTC. Вы можете подойти и посмотреть. Собственно, здесь вы как раз видите сприншорт киоск с множеством приложений. Сейчас я покажу и расскажу, какие есть варианты использования. Мы можем начать с одного приложения. Допустим, рабочие места кассира. Здесь данный режим называется режим киоска. Или, может быть, вам будет более знакомо с полосочетанием акций и аксесс. В данном режиме можно запускать только универсальные приложения и ограничить доступ к другим приложениям. Это, так, один из вариантов. Если вам нужно запускать классические приложения, то для этого есть шелочер. Он запускает приложения вместо обложки системы, точно так же, как и в небе приложения, и еще контролирует их прогул. Если попробовать закрыть приложение, то шелочер будет его перезапускать. Можно настроить не только перезапуск, но и перезагрузку системы, или выключение системы. Также можно сделать рабочее место консультанта. Здесь уже используются режим киоска с множеством приложений. Здесь можно запускать как универсальные приложения, так и классические приложения. И, допустим, рабочее место секретаря. Это тоже определенный набор приложений, который необходим для работы. Хочу обратить внимание, что в режиме киоска с множеством приложений запуск приложений ограничивается автоматически. Вы прописываете только те приложения, которые разрешены. У меня есть группа запрещенные приложения. Я их специально не запрещал. Я просто разрешил те шесть, которые сверху. А вот эти неразрешенные, их запустить нельзя. Потому что они просто не разрешили. То есть по первому смыслу. Как вы, наверное, знаете, множество настроек этой системы можно выполнить с помощью трубовых политик, консоли, реестры. У Microsoft нет специальной для настройки блокировок системы. У нас вы можете приобрести эксклюзивно и вводить на все больший менеджер, помощью которого можно выполнить различные настройки. Давайте посмотрим на его настройки. У меня на системе включен фильтозаписи. Сверху вы видите обновление об этом. Здесь можно включать и включать компоненты системы, которые относятся к блокировке. Здесь же обновление самого программы. То есть купив программу настройки один раз, вы получаете поддержку. И бесплатное обновление до следующих версий. Оцент Аксесс, о котором я уже говорил. Здесь дальше можно увидеть текущие настройки, пользователь и какое приложение его назначено. Можно настройки храма фотосистемы. Как вы видите, здесь есть различные компоненты, список пользователей, элементы управления. Допустим, можно убрать элементы управления. Отключены. Вам не нужно знать, в какой ветке резко проводится. Просто визуально переключаете и все. Загрузка. Можно настроить скрытую загрузку системы. То есть убрать все значки. И, получается, после включения устройства будет видно сразу приложение. То, которое вы назначите. Собственно, здесь вы можете посмотреть. Слева обычная загрузка. Справа скрытая. Скорость анимации здесь увеличена. И, как вы видите, наверно видно, что справа, после черного экрана, идет запуск приложения. На что хотелось бы обратить внимание, что отображение загрузки, по сути, состоит из трех элементов. Символ красотка. Вот вы видите. Оглушечка. Анимация в виде противофиксов шариков. Второй элемент. И отображение процессов, как будет пользоваться системой. То есть эти три элемента можно отключать по отдельности. Фильтр клавиатуры. Почему он нужен? Некоторые производители не знают, как правильно блокировать различные клавиши и сочетания. И порой приходится наблюдать такую картину, как залитые кнопки, и баксфит, и лихо-говори будут. Ничего этого делать не нужно. Допустим, вы, наверное, знаете, что при квалификации выявляется окно. Это горячая клавиша для запуска специальных возможностей. Я могу отличить буквально шариков. Я могу снимать. Тот, что вот программа. Нагрятно. Теперь мы применяем постройки. При нажатии квалифиши в шариков системы не реагируют. Квалифиши в шариков, кало-то все отдают речи. Допустим, вам нужна квалифиши в шариков. Это уже один из частых вопросов. Нам нужна плавишка, можно отключить. Как отключить специальные возможности? Можно отключить отдельно. То есть, шить я нажимаю, но одной специальной возможности уже не появляется. Что здесь можно сделать еще? Можно заблокировать ввод конкретных символов. То есть, я могу заблокировать ввод буквы B, но оставить ввод и краткой. И могу заблокировать именно конкретную клавишу по скан-коду. Когда я заблокирую клавишу по скан-коду, то получается, сразу мне становится не функциональной. Именно конкретная клавиша, не ввод символов. То есть, я блокирую сразу на ик-у, и независимо от того, что не будет клавиша, она будет заблокирована. Плюс по всему, здесь можно настроить так называемые breakout key, клавиши выхода, для чего она нужна. Опять же, на нашем студенте вы можете идти посмотреть и попробовать. Такой функционал настроен. Это необходимо для выхода из режима киоска, либо из запущего предложения шелочера для перехода на экран фотосистемы. Опять же, один из частных вопросов администраторов. Хорошо, я полностью заблокировал систему, все настроил так, что я не только ее не лез, а как мне я смогу снять блокировку и получить доступ к нашему системе. Именно для этого нужна клавиша breakout key, она может быть абсолютно любой. Она назначается по постаплоду, и вы легко сможете разблокировать ваше устройство. Здесь вы можете также прописывать информацию о производителе, то есть о вас, которая будет отображаться в сведениях системы. Можно написать то, производитель, ноготип. Могут творить. Могут творить. Могут творить. Могут творить ноготип. С адресом. Здесь тоже исчезнет шелочер, работа которой уже была м distorsion. Здесь также можно включить и выключить. Можно назначить приложение по молчанию. Оно нужно для того, чтобы определить, какое приложение будет запускаться для тех пользователей, которым не назначено ноготип. И что здесь удобно? То, что можно назначить конкретное приложение не только конкретному пользователю, а конкретной группе пользователей. То есть мы говорим, что для всех пользователей с правами users будет запускать свободное приложение, и неважно, какое имя пользователь. Ну и в качестве примера можем удалить приложение, и сейчас для бухгалтера запускается обычное рабочее слово, то есть приложение по умолчанию. Услов, была программа назначена, как только программа нет, и будет запущено приложение на умолчание. Фильтр записи. Если кто-то не знаком с фильтром записи, потому что такие интересные вещи, для чего он нужен? Фильтр записи позволяет сохранить все данные на носителе устройства в неизменном виде. Что здесь происходит? Когда идет обращение к жесткому диску на запись, то все эти операции на запись переодрешевываются в буфер временного хранения, которые могут быть как в оперативной памяти, так и на жестком диске. И все изменения носят временный характер, и они будут сохраняться до перезагрузки. Вы можете целиком защитить диск, можете сделать некое исключение. Это исключение, мог быть, для файлов или папок, или, мог быть, для реестра. То есть это на том случае, если вам все-таки нужно сохранять какие-то изменения. Плюс к этому, вы, наверное, не забыли, в своем исправлении был указан фильтр записи и хорп. Хорп, по сути, делает нечто аналогичное, но для оперативной памяти. То есть он позволяет... Хорп является компонентом фильтра записи и позволяет в силу время загружать систему и свою регуляцию. То есть вы построили систему, запустили необходимые приложения, которые вам нужны, вогнали устройство в сон, и все. Дальше устройство будет загружаться только из этого файла. То есть вы зафиксировали состояние машины, и она так будет загружаться. В USB-девайс-полисе здесь можно отключить любые устройства. Ну, в любом случае, это условно название, но на самом деле можно отключить абсолютно любые устройства. По винду, по классу устройства. Для чего это нужно? Если у вас устройство стоит где-то с облюбкой, портами USB, то здесь, конечно, в данной активите используются лишь некоторые возможности операционной системы. Но здесь можно составить только черный список устройств, запретить их конкретные, а в самой операционной системе можно запретить по первому списку. То есть вы разрешаете то оборудование, которое уже используется, а все остальное оборудование вы запущаете. То есть оборудование подключено, а драйвер на него система уже не ставит. Его использовать нельзя. То есть даже если у вас открытые USB-борты, то все равно система будет защищена. Еще, кстати, есть такой нюанс. Если вы сталкиваетесь с проблемой, что после обновления драйвера у вас что-то происходит с системой, то запретив использование устройства, которое уже установлено в системе, вы запрещаете им установку драйвера. То есть по сути вы можете решить свою проблему с установлением контррева. В общих настройках вы можете отключить сообщения об ошибках, использующие вермления и так далее. Сенсорный экран, жесты, и еще покажу сразу несколько вещей. Допустим, система вируса. Вот у нас происходящее. Что нам нужно сделать? Нам достаточно обеспечить систему. Включаем и смотрим. Но загрузки системы вы здесь не увидите, потому что здесь отключено отображение загрузки. Также здесь включен фильтр записи и включен хорум. То есть хорум позволил системе загрузиться в определенное состояние, в котором она была сохранена. А фильтр записи сохранил все данные. В исходном виде, видите, опять значки не появились. У бухгалтера опять приложение запускается. Чистый рабочий слон. И вот здесь рада. Чистый рабочий слон. В последствии воздействия вируса улипидирована. И что еще хотелось бы сказать. Если вы не хотите покупать World Confusion Engine, если вы их раздумываете, то можете посетить нашу бесплатную практику, которую мы проводим. Мы полностью рассказываем, как настроить различные функции и даем примеры по настройке. Ну и, собственно, какой вывод можно сделать? Потому что Windows 10 IoT Enterprise – это минимальная цена, максимальный функционал, максимальная защита. Но есть особые условия по рецентированию. И, например, если бы вы не предложили выбрать персональную систему для какого-то проекта, то первое, о чем бы я задумался, нельзя туда поставить Windows 10 IoT Enterprise. Спасибо за внимание. У меня все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА